здравствуйте уважаемые зрители хочу предложить вашему вниманию немножко наболевшую тему она для меня было очень актуально как только я начинал заниматься нахлыстом это подлесок или ранинг как его называют многие изготавливают из кусочков лески разной толщины дебатов в интернете было очень много какой длины какой толщины сколько переходов попробовал я это дело мне не понравилось узлы цепляются собирают мусор и вспомнил я что мои давние молодые годы дедушка учил меня плести на гайку попробовал я сплести подлесок и у меня получилось вот такая как вы видите с переходом сразу цельной петлей без вклеивания без ничего из утолщения как его заметно сразу перед потом переходит на тонкую часть соблюдением конусности в конце я закрепил колечко которому я уже цепляю свой поводочек необходимой длины как его изготавливать работа нудная но она себя оправдывает потому что один подлесок у меня уже служит при интенсивной рыбалке уже более трех лет для хищной рыбы я из тонущей лески изготовил такой же себе ранинг или подлесок с конусностью но уже на конце с вертлюжком для того чтобы можно было подсоединить поводок и подсоединить нашу приманочку длина поводка или это вернее длина подлеска регулируется длиной удилища темпом вашей рыбалки и в то же время глубиной на которой вы рыбачьте это целый курс который очень спорен до сих пор потому что каждый под себя подготавливает снасти я в основном при удилище до трех метров на хлыстовом своем я изготавливаю от 80 сантиметров длиной до полутора метров в зависимости от того где на каких глубинах я рыбачу теперь давайте я вам попробую рассказать весь принцип вязание вот здесь у меня несколько в таком захламленном состоянии я плиту шнур нахлыстовой это уже не первый шнур зарекомендовали они себя довольно таки хорошо после того как он изготовлен я обрабатываю силиконом и практически этот шнур не меньше служит чем промышленный как видно вот из этого порядочного беспорядка у меня находится три катушечки с леской это основные мои бобины на которых находится количество лески необходимое мне для создания той толщины которая мне нужна для моего шнура или же ранинга теперь покажу весь принцип плетения для того чтобы изготовить шнур методом плетения я сделал вот такое приспособление из кусочка пена полистирола можно брать взять любой другой материал который не сильно подвержен будет при плетении трением нашей лески если у вас под руками нет как у меня вот так запасных пустых катушечек от лески я первое время брал просто-напросто карточки пополнения или другую другой картон который имелся вырезал вот такой челночок и делал наборку лески так чтобы подобрать при плетении мне необходимую толщину вот на всех без исключения вот этих подлесках начинаю я плести у меня порядка получается 32 лесок и потом постепенно я начинаю добавлять доходя вплоть до 64 56 это уже в зависимости от того как вы под свой шнур под свой калибр и под свой темп заброса вы подберете просто отвлекусь небольшая особенность старайтесь вот это колечко которое вы будете соединять наш шнур чтобы она была как можно меньше по длине или же по диаметру для того чтобы когда мы будем соединять петля в петлю наш шнур у нас не образовывалась не образовывался вот такой скользящий прогиб чтобы вот эта конструкция была достаточно жесткая если не получается я просто напросто на эту часть дополнительно одевал кембрик и потом просто вот так вот его задвигал жесткость хорошая теперь приступим к основному нашему изделию вернее приспособлению как видно здесь у меня сделана щель прорезана для того чтобы можно было заводить или же выводить готовую мою продукцию разделена она на четыре равные части и поделена определенными сегментами это я для себя для того чтобы можно было мне корректировать само вязание весь принцип вязания очень прост но долог в среднем уходит почти день на вязание одного подлеска длиной метр двадцать но качество нашего шнура оправдывает все 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 наши ожидания какие только имеются он не не обладает памятью достаточно крепок не собирает водоросли и в то же время можно его не мазать разными материалами которые или же улучшают плавучесть или же ему позволяет тонуть вот я подготовил разные отрезочки нитки по цвету что я делаю я подготавливаю так чтобы одной цельной частью у меня были намотаны намотана моя леска на один челночок вот так и на второй челночок наматывается то количество лески которая мне необходимо по длине если приблизительно я делаю метр восемьдесят длиной я беру где-то порядка три три с половиной метра длины и подготавливаю вот так с одной другой стороны челночки количество лески вы уже потом определитесь сами или же я вам отвечу дополнительно после этого я беру приспособление укладываю вот так раз вот так два это первое количество лески которые мне необходимо для того чтобы я сформировал свое колечко не основное количество потому что если вы сразу возьмете то количество лески которое вы будете плести весь под лесок будет достаточно толстая вот это колечко некрасиво поэтому я беру хотя бы на треть меньше количество лески для того чтобы сформировать свое колечко вот мы подготовили вот так как вам видно после этого я беру обыкновенный пюро держатель потому что мне удобно им работать как-то вначале его приспособил вы можете для себя взять какой-либо крючочек но обязательно чтобы он был с грузом и делаю вот такую операцию как вы видите почему специально такое отверстие пропихнул его и здесь захватил все захватил все наши нити или леску и оставил вот в таком положении в натяжку после этого я запоминаю для себя почему я здесь вот карандашиком сделал цифры 1 и 2 поворачиваю так как мне надо и в зависимости от того как мы будем перекидывать наши нити у нас будет выходить ровная или же неровное плетение теперь дальше весь смысл заключается в чем можно как тремя четырьмя пятью шестью сколько вы захотите количество пар вы можете допустим это все плести но проверено уже моим опытом а вы как хотите если связан треугольником ну понятное дело что не совсем красиво кругом вязать или как говорят коброй довольно таки красиво да но в два раза увеличивается время вязания что немножко не подходит не для всех не у всех хорошее такое терпение теперь мы берем подготовили вот так и держим на тяжечку начинаем одной плоскости перекинули нить вернули все это на наших бобинах бобинах или же челночках как вам будут удобно вот самое главное чтобы вот эти наши бобины или же челночки были тоже слегка как бы подружены тогда более качественно будут получаться плетение переводим в эту сторону точно так же не перекручивая переводим в другой плоскости оставшиеся нити не даем подняться нашему бобина держателю придерживаем его пальцами заправили и продолжаем дальше точно так же как мы сделали первую операцию провели вот так опять раз провели два провели перекинули нить 3 и последнюю захватили последнюю 4 продолжаем дальше немножечко провяжем для того чтобы я мог вам показать что у нас уже немножко она провязалась вот как видно мы подниму немножечко вот так мой если видно вам будет вот здесь мы уже провязали и теперь мы можем спокойно брать другой цвет вернее не другой цвет а добавляем наши нити добавили теперь точно так же мы берем с добавленными и перекидываем следим за натяжкой вот промотаем еще для того чтобы вам было хорошо еще это видно следим за натяжкой нашего грузика если недостаточно веса можно как я оливочку подцепить или же допустим какой-либо другой грузик ключи и что у вас будет под руками попробуйте использовать но экспериментально каждый под себя подберет потом груз вот так мы с вами проплели теперь теперь для того чтобы вы можете если вы будете весь плести сперва с добавлением вот так каждый раз добавляете 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 на отдельном вот таком челночки и крепим к нашей катушечки одну-две или же как вам будет удобно соберете его кембриком трубочкой как удобно после после того как мы провязали основную длину толщину которая нам необходимо по длине толщина мы начинаем убавлять убавлять гораздо проще чем прибавлять взяли отрезали ту на челночке леску которую мы добавляли перед этим и убрали как добавляли так и начинаем убавлять и вот этот кусочек лески который остается у нас он в плетении плотно переплетается не ворсится не цепляет мусор проверено уже а теперь давайте я вам вытащу из своего приспособления и покажу что мы немножечко здесь наплели вот как вы видите здесь мы видно плетение нашего уберем сейчас вот так убрали у нас вышло наше колечко которое будем мы подсоединять к шнуру и дальше у нас пошло прибавление правда немножечко мало я провязал но все равно интуитивно будет понятно весь смысл заключается в том что крест-накрест плести значительно удобнее вот у меня разные есть они немножко по толщине по длине и в зависимости от видов рыбалки я применяю длинней короче толще сухой или стримером для стримера сами понимаете большая длина не нужна поэтому вот стримерный мой вот такой он имеет длину порядка восьмидесяти сантиметров ну и выполнены стонущие лески если у вас какие-либо будут возникать вопросы пожалуйста на канале я отвечу вот у меня имеется мой для рыбалки хищника специальная изготовил себе с очень короткой головой шнур сплел как вы видите его конус на все специально вам покажу буду сматывать бобины он сразу я подсоединил сюда цепочку свою которая для хищника очень хорошая с поводочком и как вы видите его конусность возрастает 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 и доходит вот до такого диаметра сейчас я вам покажу вот моей головы и дальше шнур имеет вот такую толщину с по сравнению с началом вот вам видно здесь я не помню уже ну наверно штук 80 это точно лесок будет использована для плетения может даже больше здесь можно пересчитать может быть штук 16 в завершении этот шнур я как пропитал силиконом 3 года назад так интенсивно я его использую если 30-40 раз рыбалок довольно таки интенсивных по хищнику это я вас не обману единственная конечно здесь небольшая проблема это в том что для плетения шнура если вы захотите потом обратитесь ко мне я вам дам расчеты под определенные нахлыстовые снасти под четверку тройку пятерку шестерку с какое количество чтобы вышла у вас на 18-20 метрах этого шнура чтобы вес не превышал допустимую норму по загрузке удилища ну а теперь все жду от вас известий до свидания